Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хилан. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о важности кремния в жизни растений. Известно, что для нормального развития растений и необходим кремний, который поступает из почвы, где содержание кремния в зависимости от типа почвы и механического состава очень сильно колеблется. Почвы могут быть богаты кремнием, а могут быть очень бедны. Но кремний мало доступен для растений. Он находится там в чрезвычайно такой недоступной растениям форме, и ни микроорганизмы, ни сами растения с помощью корневых выделений не могут добыть этот кремний. Он поглощается корневой системой только в таком особом аморфном состоянии, которое образуется в результате различных процессов, проходящих в почве. При этом некоторые из растений, такие, например, как рожь и другие, способны все-таки с помощью корневых выделений переводить кремний в аморфное состояние. Именно они являются наилучшими седральными растениями, в том числе благодаря тому, что после них остается довольно большое количество доступного кремния. Кремний участвует во многих биохимических процессах в растении. Он участвует в энергетическом обмене, он обеспечивает поступление других элементов питания в растении, стимулирует поступление фосфоров прежде всего, усиливает поступление калия, устраняет избыточное содержание алюминия в почве, избыточное содержание вредного железа и других вредных для растений металлов. Он очень хорошо активизирует процессы фотосинтеза. Ведь известно, что фотосинтез – это питание растений, это фиксация углеводов, это сладость плодов и фруктов, и, так сказать, насыщенность полезными веществами тех частей растений, которые мы потребляем в пищу. Поэтому, конечно, применение кремний, содержащих веществ, является очень важным, особенно в случае, когда ваши растения, видимо, не очень хорошо себя чувствуют, когда вы вот смотрите на них и понимаете, что им чего-то не хватает. И вполне может быть, что им не хватает кремния. У кремния таких вот явных признаков недостатка нету. То есть то, что растения страдают от кремния, от его недостатка, вернее, таких особых признаков, как там какие-то пожелтения или некрозы, или сворачивание краев листьев, или еще чего-то нету. Но растения, у которых есть дефицит кремния, они выглядят ослабленными, они чрезвычайно подвержены грибковым заболеваниям. Существуют очень хорошие исследования, доказательные опыты, в которых показано, что применение кремниевых соединений может в отдельных случаях полностью избавить от необходимости вносить фунгицидные средства защиты растений, которые подавляют грибные инфекции, либо же снизить частоту и количество таких обработок очень и очень существенно. Наиболее доступной формой для растений кремния являются силикаты. Натрия и калия силикат являются наиболее распространенной формой кремния, доступного кремния, которую мы можем, так сказать, где-то взять и добыть. Хорошо известно, что некоторые растения могут быть также хорошим источником кремния. Например, всем известный хвощ – это злостный сорняк, который очень тяжело искоренить. Он размножается такими длинными подземными побегами, на него не действуют широко распространенные гербициды, рундапы, другие гербициды, в которые входит глифосат. Считается, что он приурочен кислым, переуложненным почвам, однако же я часто его вижу и на песках, и на нейтральных, и не сильно кислых почвах. В общем, он является, по крайней мере, в Беларуси таким достаточно широким космополитом, который можно встретить практически в каждом огороде. Он содержит в себе кремний, ну, тоже в достаточно доступном растениям состоянии. Поэтому введение хвоща в рецептуры наших травяных удобрений, зеленых удобрений или травяных бродиловок таких, является чрезвычайно полезным. Сколько его сюда надо ввести? Ну, сколько добудете, столько и положите туда в бочку. Периодическое насыщение этого удобрения хвощом позволит вам в полной мере обеспечить ваши растения кремния. Ну, конечно, если только у вас ситуация какая-то с болезнями, с вредителями не сильно катастрофическая, вы не подозреваете, что у вас действительно в почвах и у растениях чрезвычайно не хватает доступного растениям кремния. В то же время на рынке существует масса препаратов, предлагаемых для покупки и для обработки растений, содержащих соединение кремния. И, в принципе, все то хорошее, что о них говорится, это все правда. Действительно, кремнии очень хорошо работают в растениях. Но при всем том, ведь можно найти всегда какие-то более дешевые, более интересные альтернативы. Вот такой альтернативой может стать обыкновенное натриевое или калевое жидкое стекло, которое каждый может купить в строительном магазине. И тот же самый состав, практически тот же самый, имеет самый обыкновенный такой прозрачный канцелярский клей, который вот на основе жидкого стекла сделан. Его с советских времен все наверняка знают и помнят. Вот в таком виде кремний еще даже более эффективен, чем в виде, например, травяного настоя из хвоща. Силикат натрия или калия, который составляет основу подобного рода клеев или каких-то строительных материалов, увеличивает скорость переноса тех веществ, которыми мы обрабатываем растения, будь то пестициды, будь то кальций, будь то еще что-то, непосредственно в листья. То есть он помогает проникать им внутрь и достигать каких-то мишеней. Поэтому очень хорошо периодически, не надо часто, но иногда прибавлять небольшое количество вот этого состава в те рецептуры, которые мы вам предлагаем для обработки растений. Какое количество необходимо этого состава? На самом деле двух столовых ложек на ведро более чем достаточно для того, чтобы обеспечить ваши растения необходимым количеством кремния. Вы можете опрыскивать растения, а также проливать эти растения как следует. Только необходимо помнить, что растворы силиката натрия и калия обладают щелочной реакцией. Поэтому они не совместимы с теми препаратами, которые не переносят щелочной реакции раствора. Это в первую очередь касается такого препарата, как эпин. Поэтому если вы обрабатываете эпином, то не применяйте вот такое жидкое стекло или же другие какие-то щелочные растворы, в том числе мыло. Когда, если вы будете делать обработку только этим составом, нет необходимости применять мыло в качестве эмульгатора или прилипателя. Он достаточно хорошо ложится на растения и самостоятельно. Конечно, не нужно обливать растения сверху так, чтобы с них капало. Необходимо легко увлажнить растения для того, чтобы они получили достаточное количество кремния. Любые обработки, в том числе этим составом, в связи с его такой легкой щелочной реакцией, необходимо проводить без каких-то ярких солнечных лучей. Лучше всего это делать на закате. Даже пусть это будет поздно, но вы будете точно уверены, что вы не подожгете свои растения, и они не повредятся из-за резкого повышения концентрации. Ведь в процессе обработки, после обработки, вода испаряется с поверхности листьев, и концентрация веществ, которые находятся в растворе, увеличивается. Соответственно, листья могут повреждаться. Вот в избежании такого резкого увеличения концентрации, особенно если жара, особенно если светит яркое солнце, вам необходимо выполнять вот такие элементарные правила обработки растений. Ну и не лишним будет напомнить, что любые вне корневые корневые подкормки и обработки необходимо делать только в тщательно пролитую почву. Потому что именно в этом случае листья будут напитаны влагой, и они будут готовы воспринять наносимые растворы без рисков какого-либо повреждения. Если же вы наносите на листья с дефицитом влаги или в жару, то, конечно-то, имеется всегда риск повреждения ваших растений этими растворами. Я надеюсь, что наш выпуск поможет вам понять важность кремния в жизни растений, понять, как правильно обеспечивать ваши растения кремнием, и поможет сэкономить ваши деньги, не тратя их на то, что вы можете купить гораздо-гораздо дешевле, и использовать в своем хозяйстве для получения здорового, экологически чистого урожая. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому